Дворнику Сергея Филиппову потепление с одной стороны на руку. Растоявший снег легче убирать с асфальта. Скользко как бы это долбить надо, что подмёрзнет, потом лёд будет тяжёлый, тяжело долбить. Но с другой стороны, когда всё тает, на крышах начинают расти сосульки. Обычно эта головная боль для коммунальщиков возникает позже, в середине февраля. Этой зимой браться за лопатой и штурмовать кровли нужно уже сейчас. Иначе, если снова ударит мороз, лопатой будет уже не обойтись. Понадобится лом. Знаем, что вот с данной кровли, к примеру, мы снег сбрасываем, чтобы она не растаяла, она всё-таки не новая, дома не новые у нас. И поэтому приходится скидывать пораньше. Лучше, чем их затопят, конечно. Кстати, головной боли на этот раз в прямом смысле. Резкое потепление отразилось и на самочувствии иркутян. Галина Чичигина страдает от гипертонии. Такого рода перепады температур для неё настоящее бедствие. Не помогают даже такие испытанные средства, как приём снижающих давление препаратов и прогулки на свежем воздухе. Обычно вот 120-130, а сегодня вот 150 и даже 160 было. Ну, поднялось, подскочил. Ну, выпила таблетки от давления. Утром встала, выпила лизиноприл, а сейчас тенорик выпила вот. Перед как-то ехать сюда на улицу. Ну, когда потепление, тогда и давление поднимается. А когда мороз, то тогда легче жить-то. Легче. Хоть я и с Волги, но уже стала сибирячкой. Последний раз такая температура в январе отмечалась при Ангаре в 2013 году. Не слишком резко выражена, но тем не менее климатическая аномалия, говорят синоптики. Особенно для некоторых северных районов, где воздух прогрелся до 2 градусов выше нуля. Специалисты объясняют это приходом тёплой воздушной массы из юга-западной Сибири. Она погостит в нашем регионе ещё день, а на смену ей придут морозы, своей суровостью напоминающие декабрьские. И если сегодня мы ещё находимся в тёплой его части и достаточно тепло мы ощущаем, то уже завтра мы будем находиться в холодной части этого циклона. Также ожидается прохождение холодного фронта в южных районах и в том числе в городе Иркутске. Будет сопровождаться это выпадением снега и усилением северо-западного ветра до 10-14 метров в секунду. А также с последующим понижением температуры. Уже в среду будет до минус 22 градусов днём и минус 28 ночью. Согласно народным приметам, по сегодняшнему дню можно судить о том, каким будет лето. Идеальным вариантом считается день безветренный и в меру солнечный. Туяна Немаева, Николай Крупченко. Новости сейчас.